Есть ли необходимость иметь экономический, идеологический, военный союз стран Центральной Азии? Между странами Центральной Азии имеются свои территориальные проблемы. На сегодняшний день очень сложно назвать нашу политику многовекторной. Выбрать одну сторону мы не можем, с учетом того, что зажаты между Россией и Китаем. На Западе проходят встречи относительно проблемы Украины и войны. Наши дипломаты не посещают эти мероприятия. С Китаем не складываются отношения, потому что армянская сторона много возмущалась. Члены ДКБ поддерживают нашего противника. Сегодня Грузия начинает становиться более пророссийской. Армения сейчас ищет союзников в лице НАТО, в лице США. Ереван намерен полностью разорвать какие-либо отношения. Казахстан против терроризма, против насилия, но за то, чтобы было палестинское государство. Ислам, как считаете, сегодня многовекторная внешняя политика Казахстана, в чем ее главная суть вообще? На сегодняшний день очень сложно назвать нашу политику многовекторной, так как мы придерживаемся определенных стандартах, которые связывают нас больше с Россией и с Китаем, нежели с Западом, как это было, допустим, изначально предрасположено. Мы сегодня стремимся к миру больших соседями и выстраивание отношений с ближним, нежели со странами, которые находятся далеко и так далее. Хотя изначально план многовекторности предполагал разделение, так сказать, на сферы интересов между различными государствами и маневрирование между ними. Потому что, как мы понимаем, выбрать одну сторону мы не можем, с учетом того, что зажаты между Россией и Китаем, которые на сегодняшний день представляют в глобальном мире определенную силу. И здесь же есть США, которые повсюду имеют свои интересы и преследуют их. Здесь же мы должны понимать то, что мы не можем не считаться с интересами США, Великобритании и вообще западного мира. Поэтому как-то маневрируем между этими странами и так далее. Особенно в плане энергетических ресурсов и так далее. Мы понимаем то, что сегодня ключевой момент вообще в целом для нас, почему мы можем маневрировать, а не как, допустим, условно, другие наши соседи, которые имеют различного рода проблемы в итоге. — Опять же, многовекторная политика. Процессы разные происходят, да? Всем известны процессы, что на севере, что южнее в направлении, на Ближнем Востоке. Даже по Китаю, тому же Казахстан резко не реагирует ни на что вообще. То есть нейтралитет призывает к миру и так далее. — У нас уже такая сложилась культура, где мы предпочитаем использовать дипломатию, нежели какие-то определенные шаги, потому что у нас нет энергетических, так сказать, ресурсов, чтобы мы могли их перекрыть кому-либо из стран соседних. Потому что, так или иначе, они сильно независимы от нас в определенном плане. Нет у нас экономических возможностей каких-либо, чтобы ввести санкции и так далее. Нет рычагов в политическом плане, нет возможности давить силой и так далее. То есть, да, мы развиваемся потихоньку и так далее, но нет той силы, которая могла бы надавить на, допустим, образно говоря, на больших гигантов, которые имеют значительного рода силу. И для них, в принципе, и без разницы, есть мы или нету. Поэтому это мы можем там с соседями что-то, с более мелкими странами, которые, ну, относительно Казахстана, можем как-то соперничать и так далее, конкурировать, где-то закрывать границы. Но с более сильным игроком подобного рода процессы не прокатывает. И здесь, открыто говоря, мы стараемся не портить ни с кем отношения. У нас есть четкий регламент в этом понимании. Мы следуем всем, допустим, статьям и так далее в рамках ООН, то есть, которые прописаны уже много десятков лет. И мы их придерживаемся, типа, вот есть устав ООН, и мы строго по этому регламенту двигаемся. А остальные ребята мы не признаем. А вот выступление Тухаева в Санкт-Петербурге, да, если не ошибаюсь, когда он говорил, что мы не признаем ни ЛНР, ни ДНР. Этот момент как можно вообще воспринять? Это была все-таки больше в сторону украинской страны поддержка или как? На самом деле это больше позиция нашей страны, потому что мы понимаем, что сегодня Россия пытается продавить Казахстан в определенных вопросах. Но я думаю, что здесь есть какая-то определенная согласованность между сторонами, что будут такие высказывания громкие. Потому что на сегодняшний день Россия понимает, что Казахстан это единственная возможность для России связи с внешним миром. Потому что, как мы понимаем, сегодня все входы-выходы ведут в Казахстан для России. И вот, допустим, даже элементарный пример строительства различного рода складов на территории Казахстана, которые в итоге приходят с Китая, эшелоны целые, загружаются, а после Казахстана стартуют в России. Да, это на Западе, говорит, обход санкций, но как бы со стороны Китая нет никаких санкций в отношении России. Поэтому это и работает. Это, может, многие люди не замечают, но если выехать за черту Алматы и посетить индустриальную зону, особенно в частные секторы, начали активно заниматься подобного рода вещами. И, общаясь с коллегами даже в той же России, можно понимать, что там сейчас в этом плане достаточно худо. Поэтому все, так сказать, свои, всю локализацию Россия ведет здесь. И относительно этого мы понимаем то, что бизнес живет за счет того, что есть Казахстан, российский бизнес. Здесь же мы должны понимать ключевую роль подобного рода политических высказываний. Да, есть моменты не только активно, когда мы высказываемся в Санкт-Петербурге, на русской земле, как принято говорить о них. И есть другой момент, когда на Западе проходят встречи относительно проблемы Украины и войны, то наши дипломаты не посещают эти мероприятия. То есть есть обратная сторона медали, которая возмущает общество где-то в какой-то степени. Но это тоже понять можно, действия нашего правительства и нашей дипломатии, потому что тоже открыто поддерживать одну из сторон будет напрягать другую. Поэтому здесь нужно как-то балансировать. Иногда давить, а иногда наоборот ослаблять. Да, но есть момент, когда мы... Я вообще сам так понимаю, что сейчас мы напрягаем обе стороны. Россию мы напрягаем, потому что мы открыто ее не поддерживаем. Зеленский тоже недавно начал собирать журналистов в Центральной Азии. Также начал месседжи кидать, почему Украину открыто правительство не поддерживает. По этому поводу я хотел бы еще отдельно поговорить, по поводу Украины. Там интересные моменты сейчас происходят вообще в Киеве, вот недавно был случай. Ладно, мы до этого дойдем. Сейчас про интеграционные процессы. Вообще как бы многовекторность, ну изначально мы всегда же говорили, да, вот есть Китай, есть Россия, есть Запад, да. Но есть же еще многовекторность направления еще тюркской. Есть организация тюркских государств. Это направление сейчас тоже развивается. Очень вообще интересный момент относительно вообще в целом развития дипломатии нашей страны. Как мы понимаем, до определенного времени многовекторность, почему я сказал изначально, то что сейчас ее нету, как относительно вопроса, потому что сначала где-то 2010, вот ближе к 2014 году у нас начинается вот эта интеграция с Россией, создание Евразийского союза, там ЕАЭС и так далее. То есть мы движемся в эту сторону. Но когда случаются события с Крымом связанные, у нас уже отношения немного портятся и мы понимаем то, что Россия в ближайшее время начнет стагнаться экономики и так далее. Здесь развития нету. В этот же период начинают активно развивать свои международные проекты Китай. Один пояс, один путь. Различного рода инвестиции в Казахстан. То есть логистика, потом сухой порт, там Харгос развивать. То есть в принципе направления, которые Китай нам дает возможности, они большие. И здесь же с 2016 года полностью меняется вектор в сторону Китая. Но как мы понимаем, Китай это, у них мышление немного другого уровня. Да. То есть... Сама философия другая. Да, философия другая. У них нету понимания, допустим, как у нас там где-то чуть сократить, где-то поднажать и так далее. То есть у них есть четкий план, которого они придерживаются и выполняют. В нашем же случае мы где-то можем зажать, где-то сэкономить и так далее. И подождет. В данном случае мы понимаем то, что с Китаем не складываются отношения. Потому что работа идет в одну сторону. Идут китайские товары в одну сторону. Они там разгружаются. А идут вначале оттуда пустые. То есть мы получаем только маржу с логистики. Но нет у нас сырьевой базы поставлять в Китай. На сегодняшний день есть проблема китайской продовольственной безопасности. То есть питание и так далее. Как мы понимаем, подразумевается. И есть дефицит зерновых культур и так далее. Но почему-то мы не используем этот факт на сегодняшний день. И множество раз уже на различных мероприятиях, собраниях, аналитических записках и так далее. И уже неоднократно писал. Развивайте сельское хозяйство. В принципе потенциал огромный. Желающих тоже море. Но почему нельзя инвестировать в это? Даже не надо самим делать. Те же китайцы, допустим, приглашаешь. Не надо им отдавать земли. Не надо им приезжать толпой и так далее. Просто одного управляющего ставишь. И он ставит весь бизнес, проект. И фактически мы можем отгружать эти зерновые культуры и так далее. И поставлять в Китай. На этом очень хорошо зарабатывать на сегодняшний день. Ну, как мы поймем, то есть у нас не сходство философии и так далее. Различного рода проблемы. После, почему мы сейчас говорим, типа, закрыли Тура, возрождение, тюркской идентичности и так далее. Здесь уже немного другое понимание вещей. Раньше мы не могли это сделать. Потому что мы не могли говорить о величии тюрков или величии предков степи. Там у нас много различного рода упоминаний. По той простой причине, что одно из тюркских государств имело территориальные проблемы с соседом. То есть Армения в свое время отжала часть Азербайджана. И это было пощечено всему тюркскому миру. И вот когда решился вопрос, связанный с территориальной целостностью Азербайджана, то есть возвращение Карабаха в исконные владения Азербайджана, тогда встал вопрос о, так сказать, возвращении, возрождении тюркского мира. И это стало какой-то надеждой. То есть маленькая Армения могла контролировать достаточно большое тюркское государство в лице Азербайджана. То есть и это было пощечено. То есть это же еще кость в горле вообще всего тюркского, сухопутных дорог. Да, тем более это же, мы понимаем то, что Турция вторая армия НАТО, по численности военных, сухопутная в Европе, чуть ли не первая. И тут там братский Азербайджан, у него проблемы, никто решить не может. И сегодня показывает то, что решение Карабахского вопроса открывает новые возможности. То есть почему нам это интересно? Потому что это открывает дополнительные логистические перспективы для нашей страны. Сегодня ведется обсуждение между Азербайджаном и Арменией. И плюс ко всему участвует Турция как посредник относительно открытия Зангизунского колидора. На сегодняшний день это огромная перспектива транспортная, логистическая. То есть мы не будем подвязаны к России. Для сегодняшнего дня это перспектива. По крайней мере альтернативные дороги. Да, альтернативные. Вот сегодня у нас очень активно говорят про тему, связанную с нефтепроводом Баку-Белисси-Джейхан. Типа вот это круто, мы можем какие-то объемы поставлять. И так как 70% проходит через КТК, это основной поток, через который мы транспортируем нефть в Европу. И здесь у нас альтернатива. Ну надо понимать то, что БТД, сокращенно называют транспортный путь нефтяной, он не предполагает транспортировку качественной нефти и его возможности очень такие минимальные. Ну как альтернатива он у нас есть. То есть если нам будет интересно, мы можем инвестировать в подобного рода проекты. То есть есть уже такая ветка рабочая. То есть если захотим, то можем и здесь поработать. Поэтому нам важна вот эта связь с тюркскими государствами. То есть у нас есть общие точки соприкосновения. Это общая история. Языки похожи. Уже там, ну в принципе мы можем много вещей перечислить, которые нас объединяют. Там допустим турки говорят, что Казахстан это их родина. В принципе Атаюрт они называют, Туркестан. Отсюда вышли, туда пришли. То есть в принципе точек соприкосновения достаточно, чтобы говорить о том, что у нас есть что-то, что позволит нам сотрудничать бескорыстно. Так сказать. Ну как мы понимаем, политика предполагает в целом корыстные интересы, выгоды и так далее. Поэтому братские узы, они до поры до времени тоже. Вот здесь вы только что упоминали Карабахский кризис, когда конфликт буквально несколько лет назад решился. Опять же, с одной стороны братский тюркский народ Азербайджан для казахов, для казахстанцев, так скажем. С другой стороны, члены УДКБ Армении, военный союз, где казахстан тоже обязан вроде бы вступать в какие-то... Ну понятное дело, там не было наступления на территории Армении. Это все-таки спорная территория же была. Опять же нейтралитет. То есть я явно, то есть в одну сторону, опять же позиции казахстана не было. Нет, здесь, допустим, достаточно четкая позиция была Казахстана в том, что мы поддерживали, в принципе, действия Азербайджана. Мы не поддерживали насильственный вариант решения ситуации, то есть это военный. Но мы в целом поддерживали ситуацию, связанную с действиями вокруг Нагорного Карабаха. Ну, Нагорный Карабах, это оскорбительно для Азербайджана. Карабаха. Карабаха. Поэтому здесь, думаю, вопросов не было. Поэтому армянская сторона много возмущалась, типа, членов ДКБ поддерживает нашего противника. Ну, как бы возвращаемся к началу нашего разговора. Устав ООН, о чем гласит, того мы и придерживаемся. Я вообще в целом не понимаю сам этот ОДКБ. Он, по сути, организация, которая существует ради одной страны, по сути. И то только для того, чтобы легитимно вступить в территории на этих государствах, которые там члены. Только ради этого, по-моему. Ну, еще есть один такой момент существования для того, чтобы сбыть свою военную технику. Да, продавать куда-то ее, да, чтобы иметь единый какой-то, да, конгломерат. Понятное дело, по тюркскому моменту, вообще, как вообще считаете, вот, исходя из вот этих моментов, вообще, у ДКБ у нее есть какие-то, да, перспективы развития? Или все-таки, вот сейчас, вроде бы, Россия, как бы, в состоянии, как бы, конфликта уже на протяжении больше двух лет, но у ДКБ, как бы, вот, он, как бы, есть и, как бы, нет. Ну, да, в принципе, Россия, это сама агрессор в данном случае выступает. Поэтому пока нет необходимости вступления остальных членов УДКБ в какие-то либо военные действия. Вот в Краснодарский край нет, нет, залетают ракеты? Ну, бывает, но ничего серьезного. Это не повод, да? Да, не повод определенного рода. Но мы должны понимать то, что и Армения сегодня заявляет о том, что хочет выйти из Союза. И сразу пошли волнения против Пашиняна. Да, здесь есть очень интересный момент, связанный с Арменией и вообще Южным Кавказом. Сегодня Грузия начинает становиться более пророссийской в плане политического режима. Зашли разговоры о возвращении Южной Осетии, Абхазии, Грузии. И это ведется даже в кулуарах российских чиновников и так далее. Ну, и открыто выступают многие эксперты и так далее. То есть, есть интерес между ними. Скорее всего, это продиктовано отходом России, ну, точнее, отходом Армении от России. Армения сейчас ищет союзников в лице НАТО, в лице США, какие-то альтернативы для себя. Активно поддерживает Францию и Армению. И, думаю, здесь Ереван намерен полностью разорвать какие-либо отношения. Мне кажется, там все закончится тем, что придет новый премьер-министр и там все успокоится. Ну, да, на самом деле, вот, сегодня... Все идет к тому сейчас просто. Да, просто многие считают, вообще, я даже со стороны считаю, Пашинян это для Армении, это, блин, ну, в сравнении, как Ататюрк для Турции, он, по сути, решил проблему. Карабах был проблемой для Армении. Он заставил их быть в блокаде, была одна дорога в Россию, не более. Сейчас есть какие-то отношения с Турцией, есть какие-то отношения с Азербайджаном. В Азербайджане вообще очень положительно смотрят в сторону Еревана. То есть, они предполагают то, что сменится поколение, и отношения между странами будут достаточно теплые. Если вспомнить, до вот самого конфликта Карабахского, армяне-азербайджанцы жили достаточно хорошо. А там же еще есть вот этот момент, что Армения по сей день, я даже помню, у меня знакомые армяне говорили про геноцид со стороны Турции. Они его прям никак не забудут. Ну, понятное дело, очень-очень-очень. Но это не связано с Азербайджаном. Да. То есть, здесь есть интересный момент, то есть, что до Карабахской войны относительно в самом Ереване существовали азербайджанские школы. И там жили азербайджанцы. Это было нормально. Не как сейчас, это что-то из мира фантастики. Вот, и можно встретить достаточное количество курдов или азербайджанцев, проживающих на территории Казахстана, которые как раз-таки приехали где-то в 89-м году в Казахстан, после вот стычек в самом Ереване на волне вот этого Карабахского конфликта. Они все там учились на азербайджанском языке, как правило. Для них не было проблем. Сейчас Армения моноэтническая страна в большинстве случаев. Больше 90% там армяне. Да, там, по-моему, проживают еще езиды и немного русские. Все больше других этностей. Азербайджан, в принципе, тоже моноэтническая страна. Не сказал бы. В Армении, в Азербайджане, по-моему, живет около 7 тысяч армян. По некоторым, да. А население чуть больше 10 миллионов, да? По-моему, 8. А, уже 8 стало? В Армении, по-моему, 8. Нет, нет, не Армении, азербайджан. В Азербайджане 8 и было, по-моему. А, 8 и было, да? Ну, я сейчас что-то перепутал, значит. Спустимся чуть юго-западнее. Давайте, я еще один момент хотел по поводу геополитики. Опять же, Израиль-палестинский конфликт. Здесь также Казахстан четкую свою позицию не сказал. Он призывает к миру, как обычно. Но, с одной стороны, вроде бы братья-мусульмане. Ну, как братья-мусульмане. Ну, большинство-то мусульмане в Казахстане. И общество тоже, как бы, очень сильно так поддерживает, да? Со стороны Палестину. Понятное дело, сколько детей, сколько женщин умирают, там, людей, сколько умерло. Но, тем не менее, все равно, вот официальной, как бы, позиции либо в этой, либо на другой стороне не было. Ну, здесь есть такая грань понимания, что Казахстан против терроризма, против насилия. Ну, за то, чтобы было палестинское государство в рамках границ, по-моему, 67-го года, если не ошибаюсь. И Казахстан призывает к созданию палестинского государства со столицей восточным Иерусалимом. То есть, по сути, это такая очень сложная, сложный механизм на сегодняшний день. То есть, наша позиция ясна, но в то же время мы активно, допустим, не призываем, как это делают в Турции, да? Мы даже более четкие, чем, там, те же арабы в Эмиратах или в Саудии, которые чаще всего больше молчат, нежели говорят. Поэтому наша позиция нам задали вопрос, мы на него ответили, и на этом все. Вопрос, мы сейчас говорим, если глобально про Палестину или газа. Газа, конечно же, разрушена, и восстанавливать ее придется самому Израилю, а не палестинцам, которые оттуда бежали. Газа и так на сегодняшний день была, как трущобы. И там сложные экономические моменты были. Там даже был дефицит электроэнергии, поставки интернета. То есть, своих проблем было много. И сегодня то, что делает Израиль, это, безусловно, геноцид. Ну, открыто говоря, убийство людей, у которых нет оружия, сопротивляции и так далее. Да, мы понимаем, есть Хамас, который большинством стран признан террористической организацией. Но есть обратная сторона, когда ты бомбишь лагеря с беженцами, это уже непростительно. На сегодняшний день, в лице мирового сообщества. Тут, когда две страны сталкиваются в военном конфликте, люди выбирают между сторонами. А здесь, когда прямой удар по беженцам и так далее, которых как раз-таки сам Израиль попросил идти на юг, а в итоге нанес по ним же удар. Ну, понимаем же мы то, что сегодня Израиль делает то, чтобы сократить численность палестинцев, сломить их в боевой дух и так далее. Потому что мы видели много случаев, где даже инвалиды при каких-то массовых столкновениях бегут на фронт и так далее. Понятное дело, они борются за свою независимость. Можно кто-то назовет это терроризмом, а кто-то скажет, что это борьба за самоопределение. Ну, это как можно сравнить, допустим, если советские учебники, действия Кенисары-Хана, это были как раз-таки террористы по тем временам восстания. С Сыром Датулу тоже, да. Ну, примеров много, но это, допустим, самый яркий, которого все знают. На сегодняшний день он герой для нас. Ну, конечно, это было восстание, освободительное движение, да. Я вот по этому поводу и хотел сейчас вот следующий вопрос задать. Вообще, в последние годы я очень часто начал замечать, что нашу страну хотят так или иначе втянуть в конфликт. Особенно вот в конфликт, который связан с Украиной и Россией. Как начинается, вот президент Украины встречается с представителями Запада, с кем-то. Все, начинаются приветы в сторону Казахстана. Там вот, там, Северный Казахстан наш, там, общественники, депутаты, там, или там, их там в Петропавловске кого-то притесняют, там, или еще что-то. Потом то же самое происходит, кстати, со стороны Украины тоже. Когда наши начинают официальные лица, там, посещать Москву, там, и так далее, начинается нападка со стороны Украины. Вообще, я хотел бы здесь одну историческую такую факту, как бы, подметить, да. Казахи в последний раз откровенно участвовали в войне почти 300 лет назад. Это вот когда вот Джунгарская война была. Ну, понятное дело, после него, там, да, мы стали, там, частью Российской империи, мы были, там, политическим субъектом, да, точнее, мы не были политическим субъектом, а всего лишь объектом, у нас не было внешней политики. Но, тем не менее, Джунгарская-то война тоже была, как бы, не инициирована с нашей стороны. Это же была защитная война, ну, мы защищали свои территории. То есть, по сути, генетически мы вообще не расположены, так, втягиваться в какие-то конфликты, там, с кем-то воевать. Ну, там, да, Сарамдатула в конце XVIII века пытался. Дальше, там, Кенесары пытался. Потом, помним, Жан-Кужа, Думухаммедов, как кантаровцы тоже, они пошли на юг освобождать южные регионы от Кукана и, там, Хивы. Мы-то не расположены генетически вообще конфликты. Поэтому, наверное, вот эта вот многовекторность у нас лежит, вот эта вот нейтральность, да, когда вот идет конфликт, мы, нет, ребят, давайте, успокойтесь, хватит. Мы не на вашей стороне, мы не на вашей стороне. Максимум, мы воевали друг с другом. Да, максимум. За единство государства и не более того. И не более того, да, кстати, да. Вот. Один из моментов, который я вот сейчас для себя подчеркнул, ситуация, связанная вот с журналистом Айдосом Садыковым, журналистом БАСИ, выстрел, там, произошел в него покушение, да. Опять же, ну, ничего не показали, сказали, что тут был выстрел в Айдосом Садыковым. Я очень надеюсь, что с ним сейчас все хорошо. По крайней мере, мы пожелаем, чтобы он поскорее оправился, выздоровел. Опять же, нет каких-то вот непонятных, вот все смутно. Нет вот ни фотографий, ни Айдоса не показали. Он в больнице лежит, говорит, его не показали. По-моему, наши даже посла туда еще не пустили, да, в больницу, чтобы он мог там проведать его, посмотреть. Вот непонятная ситуация происходит в Украине. Вообще непонятная. Лично для меня точно. Ну, мы должны понимать, в Украине сегодня идет война и военное положение в стране. Сегодня контролировать какие-либо процессы в стране достаточно сложно. При том, чтобы надо отдать должное, страна держится и как-то пытается сохранить вот эту целостность и работу всех структур, но связанные с Айдосом, думаю, вопросов больше, чем ответов. И пока нет каких-то фактов, в принципе, разбираться и так далее, что произошло, кто виноват, очень сложно. И сыпаться обвинениями, допустим, в сторону действий наш, ну, в целом страны тоже не надо, как это делают различные чиновники, беглые и так далее. Ну, примеров много, кто живет за рубежом, они предпочитают сказать то, что это действия со стороны нашего правительства, ну, различных силовых структур. Хотя, ну, допустим, мне кажется, поводов раньше было больше совершить это покушение, чем всего… Десять лет назад хотя бы, да? Ну, даже не дольше десять лет назад, но когда там активно работала вот эта компания «Смешарика», оно как назвали. Ну, и здесь надо понимать то, что на сегодняшний день эта тема не актуальна. Ну, я просто не понимаю… Если раньше, да, в бассе много людей смотрело, то сегодня, допустим, как-то уже не так часто, я скажу. Сейчас не надо идти на бассе, чтобы увидеть там митинги рабочих и так далее. Сейчас это покажут и по государственным телеканалам или зайти в соцсети, достаточно много кто пишет и так далее. А раньше были в поисках темных дел внутри государства и шагали в бассе. Сегодня же нет такого. И думаю, не актуально. Я вот когда первый раз увидел новость, я, конечно, был в шоке. Ну, это не те времена. Это в 90-х там пакиллеров нанимали, убивали там, да? Я подумал, неужели наши такие могли сделать? Это же вообще же, ну, это прям надо быть таким дураком, чтобы вот так вот заказать там человека, убить. А потом, что происходит? Я вот себе на мысли поймал. Во-первых, как-то странно всё. Вот это, по-моему, было 18-го числа или 17-го, я сейчас не вспомню. Ну, это было буквально пару дней назад. По-моему, 18-го числа это было. Ну, новость вышла, по крайней мере. И на следующий день украинские прокуроры, кто там, следователи полный расклад дают, как всё произошло. То есть они... Вообще, насколько это реально сделать полное расследование за пару дней, за день, за два, там, и всю картину выстроить, нарисовать и сказать, кто, как, после кого, как это произошло, там, всю хронологию прибытия человека там страны. Это сегодня возможно? Не уверен. С учётом происходящего в Украине, это, ну, соображений, допустим, логических каких-либо, это нереально. Но сегодня, так понимать, государственная граница Украины не подконтрольна центральным властям. Ну, с учётом того, что там военные действия. Человек мог проникнуть, ну, там, через территорию России и Украины, да. Ну, то есть, если так смотреть, да, а не вот этот расклад, какой там оттуда приехал сюда, ну, очень сложно. Ну, и очень наиграно. Понятное дело, хотят... Ну, непонятно, с какой стороны наиграно. Это либо со стороны России наиграно. Потому что России же тоже позиция Казахстана там не нравится особо. Это могли быть, я не знаю, там... Это вообще могли быть, может, организаторы «Хантара» тоже там что-то придумают. Те же, которые сейчас лавры отбывают. То всё равно братья остались где-то здесь. Ну, да, вопросов больше, чем ответов на сегодняшний день. И мы вот сидим сейчас, гадаем это, насколько правда. В принципе, если была бы возможность побеседовать с Айдосом, там можно было бы что-то интересное узнать, допустим, да, какие-то детали и так далее. Может, заранее кто-то угрожал и так далее. Может... Да это же может быть и какой-то бытовой случай. То есть мы можем это и не исключать, правильно? Ну, бытовой случай совсем жёсткий для выстрела в голову с пистолета в машине. В России сколько таких случаев? Да, ну, в общем, как бы желаем скорейшего выздоровления. Айдосу, да. Потому что я очень надеюсь, что с ним всё хорошо. И желаем, чтобы Наталья тоже держалась. По крайней мере, это очень плохой знак, когда люди в профессии журналиста страдают от вот таких вещей. Это очень хорошо на самом деле. Ну, да, это же в первую очередь люди, которые доносят информацию. Да, то есть, которые несут в себе... Ну, несут на себе все риски, так сказать. Поэтому, думаю, всё наладится и это будет... А сегодня посол Калитает до сих пор, да, в Украине? Или его поменяли? Коему он же. До сих пор он, да? Да, но мы сейчас, насколько я понимаю, отношения с Украиной в каком-то замороженном состоянии. Поэтому мы не видим частые упоминания посла или каких-либо ответов со стороны МИД относительно этого вопроса. У нас просто эта тематика игнорируется в какой-то степени. Ну, нет сегодня реально каких-либо отношений. Даже если смотреть на каком-то бытовом уровне, на сегодняшний день на рынок Казахстана не поступает продукция из Украины. Чем связано, возможно, с войной то, что... Ну, это однозначно. Может, они сами себя не могут обеспечить. Ну, да, ну, есть же другие производства, которые, в принципе, работают широко. Думаю, просто то, что Россия... Ну, границы нету. Ну, сейчас, да, тяжелая граница. Сейчас это в Украине. Как надо пойти, чтобы... Чтобы сюда, да, ну, невыгодно просто. Через Черное море, ну, это опять же, да, через Грузию там. Там дороже обойдется, чем привезти с Америки. Да. Ну, момент такой теперь. Вот есть моменты, что страну хотят затянуть куда-то. Сегодня вообще как Казахстан, вот вы, как политолог, считаете, что нужно делать в Казахстане? С учетом того, что на севере горит, на востоке горит, там с Тайванью, на юге там тоже у нас, на юго-западе горит. Что нам делать вот в этой во всей Америки? Ну, у нас позиция понятная, придерживается тем же принципам, которым мы придерживаемся долгое время. Однако надо понимать то, что национальные интересы должны быть превыше всего. Порой мы, так сказать, идем вопреки всем вообще правилам и где-то в убыток себе идем по интересам, ну, следуем интересам ближайшим соседей и так далее. То есть для нас это убыточно. И концепция, которая долгое время проповедовалась нашей страной, связанная с тем, что прежде всего экономика, а потом политика абсолютно неверная. В моем понимании единственное верное решение это вначале политика, а потом экономика. Потому что прежде всего экономика строится от политической воли, от политических решений и отстаивания своих национальных интересов. Что сегодня мы и демонстрируем. То есть президент пощает различного рода страны, приглашает сюда инвесторов, они вкладываются. Но есть проблема на местах. Сегодня кадровый дефицит, который подразумевает и предполагает в последующем провал вот всей этой инвестиционной политики президента. Поэтому чиновники в большинстве случаев просто дискредитируют действия, которые совершаются внешнеполитическим ведомством и так далее. В моем понимании надо начинать как раз таки с низов, то есть вот с этих мелких аулов, с регионов, потому что они сегодня бурно развиваются. Если посмотреть на крупные города, то мы видим картину, когда достаточно высокая плотность, большая конкуренция, отсутствие работы и так далее. Но если обратить внимание, 20 километров за Алматы, абсолютно пустырь, который нуждается сегодня в развитии и так далее. Ну и он развивается, потому что перспективы огромные и видящие люди, они смотрят вперед и понимают, что это перспектива. Уровень населения растет в области, образно говоря, или в аулах и так далее. Потому что потенциал огромный, есть кому работать, но нету различного рода инфраструктуры, нет коммерческих предприятий каких-либо. Поэтому мы сегодня должны смотреть именно в регионы, а не в крупные города. И в конце, Ислам, буквально вот этот вопрос мне, я стараюсь всем политологам этот вопрос задать. Сейчас в Центральной Азии больше 80 миллионов человек проживает. Там Узбекистан, Туркестан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан. Это не так много, но и немало, 80 миллионов как-никак. И что самое интересное, они все сосредоточены именно вот в этой части, где Южный Казахстан, там Узбекистан, Туркестан. Вот самое большое количество людей проживает. Сегодня, вот уже в 21 веке, когда мы всего уже больше 30 лет независимые государства, есть ли необходимость иметь экономический, идеологический, военный союз стран Центральной Азии? Ну, страны Центральной Азии для нас, в принципе, интерес имеется. Но между странами Центральной Азии имеются свои территориальные проблемы, заложенные еще советской властью изначально. Там, где живут, допустим, Узбеки, эта территория на сегодняшний день принадлежит Кыргызстану. А есть, где, допустим, Кыргызы, эта территория принадлежит Узбекистану. Это создает различного рода споры, также связанные с Таджикистаном и так далее. Единственная страна, которая сегодня решила все свои территориальные вопросы, это Кыргызстан. Поэтому мы более или менее уверенно сидим и не сталкиваемся с соседями подобного рода вопросов. Допустим, если посмотреть, ежегодно происходят различного рода на границе столкновения, чаще всего между Кыргызстаном и Таджикистаном. И о каком политическом союзе или военном мы можем говорить, если мы не можем найти общие взаимоотношения между собой. Поэтому есть еще понимание, как сегодня мы говорили, тюркские страны, есть, допустим, больше относятся таджики к перцам, есть Туркминстан, который закрытый, нейтральный. Ну, короче, своя стихия, свой мир, так сказать, происходит. Поэтому сегодня единственный, мне кажется, вариант это выстраивание тесных отношений с Узбекистаном и Кыргызстаном, потому что нас связывают больше, чем, допустим, нас связывают с тем же Туркминстаном или Таджикистаном. Туркминстаном, да, понятно, общее прошлое и так далее, общие границы. Сейчас Туркминстан стремится в организацию тюркских государств, но в целом имеет общий политический статус нейтральный. Режим немножко мешает. Да. А с остальным все хорошо, да? Все отлично. Уважаемые друзья, у нас сегодня в гостях был политолог Ислам Кураев. Обязательно напишите комментарии, что вы думаете в целом про многовекторную политику Казахстана, про все эти геополитические процессы, и что сегодня в нашей стране делать вообще. И как вы считаете вообще, хотят ли нас ввязать вот в такие вот конфликты, которые сейчас начали развиваться в различных точках мира, которые неподалеку от Казахстана. Если этот выпуск понравился, обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. До скорой встречи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok